всем привет новогодние поздравления несколько позже сейчас я сделал обозрение по блюдам канала которые есть смысл приготовить к новому году ну вкусы у всех разные я постарался учесть разные вкусы тем не менее иногда буду отсылать каким-то плейлистам и так начинаю селёдочная масло если вы приготовите сами это очень вкусная закуска ну просто очень хороша несколько сложнее сделать форшмак сельдью это тоже классно конечно опять же сельдь но это шуба классическая которую в принципе знают все и многие приготовят естественно на канале есть винегрет и оливье но есть вот альтернатива салат виолета очень хорош очень ссылки на все эти видео в описании этого сюжета просто кликните попадете на этот на это видео цезарь это классика это очень здорово у меня вариант без помидорок потому что зимой я не использую можете купить маленькие черри для украшения это салат пеппероната из запеченных перцев великолепный рекомендую закуска ну говяжий язык классная закуска салат кастильский с хамоном да салонный хамон у некоторых он есть приготовить его просто еще проще приготовить вот этот знаменитый британский салат называется стоунхедж вам выбирать естественно не все покажу плейрист лучшие блюда канала к вашим услугам стейки филе миньоны шатабриан из вырезки но стейков много на канале конечно не только из вырезки утка запекал форме а потом достав из формы обжарил это реально новогодние блюда ну цыпленок табака это тоже конечно очень вкусная штука и приготовить его сложно но правда жарить придется вот прям притык новому году любителям рыбы вот очень хороший рецепт сибас форель или дорада запекается на подушке из картофеля и помидоров но сейчас помидорами зимой напряженка но можно использовать этот рецепт тем не менее мясо запеченная говяжья грудинка в принципе недорого и сделать просто и очень вкусно еще один вариант рыба запеченная в соли ну это опять же дорада сибас форель это очень просто сделать реально очень вкусно вот недавний сюжет запек говяжью корейку в пакете ну в принципе говядина запеченная которая можно назвать бужениной вполне это корейка на кости и поэтому на кости мясо всегда особенно вкусное вполне можно сделать гуляш ну не все конечно рассматривают гуляш как праздничное блюдо но то что это очень вкусно никаких сомнений нет курица ну это как праздничное блюдо практически все рассматривают можно запечь на банке как я здесь показываю там есть некоторые особенности интересные или просто в духовке я назвал курица запеченная в духовке без соли и головной боли гусь запеченный но это очень вкусно хотя и не дешево любителям восточных блюд казан кабоб там много вариантов казан кабоб вот этот вариант с нутом я показываю еще говядина просто тушеная с луком ну здесь еще и цветная капуста пловы вот здесь вариант с таймером в кадре многим поможет таймер в кадре это ферганский плов а вообще в плейлисте пловы 50 разновидностей плова реально на любой вкус тоже ссылка на плейлист будет антрикот из свиной корейки очень вкусно грузинская кухня тоже актуальна хачапури по-эмеретински запеченная в духовке а есть еще и на сковороде все эти варианты в плейлисте грузинская кухня да там ног чего шашлык многие будут делать шашлык вот прекрасный шашлык из ягненка и очень хороший шашлык из свиной шейки ну и соответственно все это в плейлисте соответствующем коры ягненка жарится 5 минут я не не преувеличиваю реально две с половиной минуты сторона а вот это седло барашка запеченное в духовке ну праздничная еда антрикот говяжий классный кусок говядины и очень вкусные бешбармак ну классики я добавил зелень и чили немножко манты много разновидностей на канале тут вот с курдюком изрезанные баранины вот это вариант с курицей все ссылки есть рулька рулька по-чешски готовится с пивом и употребляется тоже ну многие приготовят пельмени здесь вариант сибирских пельменей с тремя или хотя бы двумя видами мяса русская классика растягая семгой тоже по русская классика ну сейчас семга напряженка но туда надо не очень много дорогой рыбы кто-то может приготовить пирожки из печенка вкусная штука я например очень люблю можно приготовить татарские пирожки эчпочмак очень вкусные венский шницель настоящие из телятины ну не забуду про не забыл про знаменитые осетинские пироги у меня вариант с картошкой с сыром очень хороши без строганов из говядины вариант не из вырезки ну здесь я их подал с лапшой без строганов а есть вариант из вырезки баранья нога тающая во рту реально очень вкусное очень нежное мясо если народу поменьше можно запечь говяжью лопатку тоже здорово лосось ломтики лосося с разными тремя соусами но это просто очень рекомендую что касается десертов то тут ну есть у меня кое-что на канале а вообще обстановка я бы купил с удовольствием для себя киевский торт но в москве я не могу купить нет киевского торта реально и те которые есть они по упрощенной технологии получается совсем не то полная фигня получается так что вот на моем канале есть брауни в плейлисте сладкие вкусняшки очень удачный вариант брауни у меня получился я тоже когда-то хотел купить и попробовать и не смог в москве купить поэтому я сделал сам и с первого раза получилось просто классно лучше чем во второй раз кстати зайдите в плейлист сладкие вкусняшки что-то можете для себя подобрать а покупать реально очень непросто купить высокого класса кондитерку в москве всем приятного аппетита пока